С сегодняшнего дня судебные приставы получили доступ к информации всех видов банковских счетов. Таким образом, должникам будет сложнее скрыться от взысканий. Сумму могут снять с любого счета и даже вклада. Теперь безработный при постановке на учет в Центр занятости должен иметь в виду. Проверять данные о его прописке, наличии детей и подлинности паспорта отныне будут по базам ЗАГСов и МВД. Тем, в чьих сведениях обнаружить несоответствие, пересчитают ранее выданное пособие. Изменения коснулись и работы детских лагерей. Те, что до 1 июня не успели зарегистрироваться в едином реестре организации отдыха и оздоровления, работать этим летом не будут. Список организаторов детского досуга, которые предоставили информацию о проведенных проверках и лицензии на медицинскую образовательную деятельность, доступен в интернете. Его могут посмотреть родители, планирующие отправить ребенка в лагерь. А вот долгожданного открытия турбаза, планированного на первый день лета, не состоится. В Алтайском крае, как и в соседнем регионе Республики Алтай, по распоряжению президента их разрешено открыть только 22 июня. Перенос срока вызвал волну возмущения среди республиканских туроператоров. Профильная ассоциация совместно с представителями индустрии 14 июня планирует провести митинг против ограничительных мер. Поддержит ли акцию протеста Алтайский край, пока неизвестно. Добавим, что с 8 июня право на открытие получили алтайские здравницы. Мария Микшута, День с толком.